В день памяти и скорби наша телерадиокомпания презентовала новый документальный фильм «Фронт особого назначения». Он посвящается работникам потребительской кооперации Ненецкого округа, которые трудились в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его премьерный показ состоялся во Дворце культуры Арктика. Создать свою собственную продовольственную базу было правильное решение. Руководство Окрпотребсоюза обратилось ко всем сельским потребительским обществам. Агитировать никого не пришлось. Не пришлось агитировать и актёров, сотрудников Дома культуры. Съёмки постановочных эпизодов проводили в здании морского порта под чутким руководством режиссёра картины Марии Кравченко. 1941 год. А потом появились вопросы. Если побережье в Англии, а юго-западные районы России, откуда поступали продукты в Ненецкий округ, это овощи, крупы, сахар, эти районы уже были оккупированы, то кто заключал новый договор? Как доставлялись продукты питания в Ненецкий округ? При этом было Архангельск. Архангельские люди умирали от голода. Кто сделал невозможное, но спас каждого жителя Ненецкого округа. У нас никто не умер от голода. Ненецкий краеведческий музей предоставил в качестве реквизита исторические экспонаты. Вся история фильма основана на архивных документах и воспоминаниях очевидцев детей войны. Консультантом фильма выступила Марина Калавангина. «Фронт особого назначения» – третий фильм о героическом подвиге жителей Ненецкого округа во время войны. Над фильмом работала большая творческая группа моих коллег, моих сотрудников, телевизионщиков, актеров. Это более 20 человек. Я благодарю их всех. Огромное всем спасибо. А также хочется отметить и тех, кто нам помог собирать информацию. Это краеведческий музей сотрудников библиотеки имени Печкова, сотрудников окружного архива, сотрудников морского порта, ветеранские организации, дворец культуры Арктика, всех актёров, которые приняли участие в нашем фильме, и, конечно же, ветеранов потреб кооперации. Одновременно презентация фильма прошла на телеканале «Север». Следующий показ окружной киноленты состоится на телеканале в ближайшие выходные. Валентина Чибичек, Антон Водряков, телеканал «Север». Продолжение следует...